Здарова народ! Добро пожаловать на канал Миклуха Макфлай. За моей спиной самоходно-артиллерийская установка. Мы сначала думали, что это СУ-152, но на самом деле это и СУ-152. В чем особенность конкретно этой машины? В том, что внутрь можно залезть. И прямо сейчас предлагаю посмотреть, что же внутри самоходки. Пойдемте. Тяжелый танк КВ-1С и получается на его базе ставили СУ-152. А ИСУ-152 стоял на базе ИСА-2. Его тоже снимали с производства. И база колесная. Вот это они внешне очень похожи. Но ИСУ-152 более бронирована. И у нее движок чуть... Ну, как... Ну, короче, это покруче. Пойдемте внутрь. Слышали, друзья, мнение специалиста? Это, между прочим, танкист. Ты танкист? И еще... И любитель поиграть в танки. Так. Я в прошлом году в нее влезал. Сейчас попробуем повторить. Ааа! Старый я стал для этого. Так, друзья, сверху все это выглядит вот так. Это радиаторы? Вот это что? Двигательный отсек. Смотрите, поворачивается. Все работает. Да ладно. И потолще люди влезали. Полезли внутрь. Самоход. Так, что у нас здесь? 12-цилиндровый двигатель, да? Ну, по сути, да, 600 лошадиных сил. Но здесь головку сняли у него. А так, видите, местные пытаются разобрать. Дюраль сдать. Вот он даже есть. Номер. Смотрите, какие шатуняки огромные. А вот это мы вообще. Так, ну и здесь у нас. Была укладка. Так, вот здесь что было? А, здесь снаряды, да, вот в этих штуках? Да, по-моему, они были раздельного заряжения. Что значит раздельного заряжения? Отдельный снаряд, отдельный пороховой заряд. Ааа. А вот, собственно, сама пушка. Снаряд кладется сюда. Потом вот этой штукой открывается затвор. Вот, смотрите, номер. Ее сделали в 45-м году. 10-03-45. Инвентарный номер. То есть эта штука, вероятнее всего, даже не воевала. Тоже какой-то ящик. О! Смотри, я ствол поднимаю. Опускаю? Опускаю. А, че уметь, я даже не зашу на работу. Смотрите. Я могу опускать ствол. Все очень легко, да? Да, 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 вообще идет просто вот. Есть какое-то приспособление? Вот, одним пальцем вообще. Очуметь, это такая махина. А там снаружи как это выглядит? Вообще круто. Ну, давай ты покруче, я пойду посмотрю. Крути! Давай теперь вбок. Так, вбок попробуем. Вбок сложнее. Говорит, вбок сложнее. Тут еще какие-то вот штуки. Так, а здесь вот кто сидел впереди? Тут люк маленький внизу. Механик-водитель. Она вообще была... Экипаж 5 человек. А век здесь помещалась? Да где? Ох, если память не изменяет. Механик-водитель, командир, заряжающий, радист. Механик-командир, заряжающий, радист. И где вот эти... Подающий. И подающий. Где все эти люди тут помещались? Где-то здесь помещались. Для человека. Так, ну вот здесь смотри. Здесь смотровая щель. И вот перед ней кто сидел? Она, кстати, закрывается. А, здесь, наверное, был перископ какой-то. Я представляю, друзья, я представляю, сидеть вот здесь, управлять вот этой штукой. А вот это вот пушка, которая... БАМ! Я думаю, тут... О, какая-то электроника даже сохранилась. А это ручник? Что это вообще такое? Круто. Крутой сохран у нее, на самом деле. В 45-м уже не выпускали сушки. Вот так еще можно делать. Там как будто гильза. Вот так, друзья, случись война. Поставить головку блока цилиндров. И можно отправляться воевать. Так, друзья, снаружи выглядит вот так вот эта штука. Давай, Миша, рассказывай, чем про нее. Пушка ML-20С. Раздельного заряжания. Прямая наводка где-то 3 с лишним километра. Так, дальность стрельбы до 13 километров у нее. А снаряды не могу тебе сказать... А вы для чего использовались? Ну, это против танков, да? Это поддержка танков. То есть нужно было самоходное орудие, которое бы где-нибудь из-за укрытий поддерживало нашу армию в атаке. И, в принципе, оно в боевом строю выступало только, когда нужно было преодолеть. Ну, уже прорыв случился. Нужно было укрепление вражеские, там, такие как дзоты. Так, друзья, если кто не знает, чем отличается самоходка от танка, все на самом деле просто. У танка есть башня поворотная, и он может стрелять в разные стороны. Но это так очень примитивно, да? У самоходок башни нет, соответственно, нет поворотного механизма. И есть возможность поставить на ту же самую ось, поставить мощную пушку. То есть у самоходок, у них всегда, вот, главное орудие, оно мощнее, чем у танков на той же базе. Но вот он может стрелять только туда, куда едет.